Всем привет, ребят! С вами Дядюшка Алишоу, и сегодня у нас очень интересная подборка вещей для пранков и фокусов. Я уверен, эти вещи вам понравятся. Ну а если решите что-нибудь заказать, чтобы разыграть друга, то ссылки будут в описании под видео. Также, ребят, обязательно смотрите до конца. В конце у нас конкурс на новый смартфон Samsung Galaxy A11. Любой из вас сможет выиграть его бесплатно. Теперь, ребят, скорее жмите большой палец вверх и не забывайте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Но чтобы смотреть, было еще интереснее, хватайте чаек и вкусняшки. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Надоели друзья, которые постоянно так и норовят украсть у вас жвачку? Настало время устроить им розыгрыш, после которого вряд ли кто-то отважится вновь попросить сладость. Удивятся же ваши знакомые, когда вы их угостите разрядом электрического тока. Для этого просто попросите их вытащить пластинку жевательной резинки. Внешне игрушка неотличима от настоящей резинки, только если не вчитываться в слова на упаковке. Даже цвета одинаковые, но, к сожалению, о вкусе трудно сказать. Увидев эту маску, я, честно, немного прифигел. При первом просмотре ролика я реально подумал, что это сидит настоящая девушка и что-то себе говорит. А это, оказывается, все время была лишь маска, которая так качественно скрывала человека внутри нее. Как по мне, это довольно крутая находка, которая может послужить аксессуаром к хэллоуинскому образу или предметом для пранка над друзьями. Она имеет реалистичный вид, на коже лица имеются поры и морщины, присущие возрасту, а волосы на голове, брови, усы словно седые. Ну а больше всего меня приятно удивило то, что у такой модели даже есть родинки. И сама по себе она идет вместе с длинной шеей, которая служит немаловажным элементом при использовании масок. Ведь именно на шею иной раз попадает взгляд. А это у меня реалистичный язык, который может послужить крутым реквизитом для пранков. Визуально его практически невозможно отличить от настоящего. А если человек не был готов к подобному, то у него и вовсе не возникнет сомнений. Вы можете его растянуть, как это делают в мультфильмах, сделать трюк с открывающимся языком или же пойти на крайние меры и проколоть. В общем, здесь не можно придумать море, да и в целом штучка довольно крутая. Далее у меня идет очень криповая, но в то же время крутецкая маска пришельца. Косплей с которой наверняка поразит любого. Она приятная для кожи и в моих представлениях о пришельцах напоминает то, какие они есть на самом деле. Слизкие, мягкие, с большой головой, необычного цвета и немного шероховаты. Даже при открытии рта маска выглядит очень реалистично, словно сливается с косплеем. А вы только посмотрите на эти глазища, вот это да! Пришла же кому-то идея создать такого чудика. Но скажу вам, эта идея мне очень понравилась. Уже думаю о заказе такого необычного аксессуара в качестве украшения комнаты. Наверняка многие хоть раз в своей жизни довидели такой фокус, в котором у исполнителя буквально падала голова. Увидев такой трюк вживую, можно остаться под большим впечатлением. А теперь представьте, что вы сможете проделать его самостоятельно в любом угодном для вас месте. Уже предвкушаете испуг своих друзей? Мы тоже! Этот механизм позволит вам воплотить вашу мечту в жизнь. Дело останется лишь за качественным исполнением. И более того, вам даже не нужно быть профессиональным фокусником или иллюзионистом для того, чтобы вызывать у людей ошеломления. Псс! Для наибольшего эффекта рекомендую проводить трюк в темноте, когда разглядеть все детали будет сложно. Псс! Механизм, установленном в этой гильотине, с его помощью лезвия не проходит по привычному пути и обходит этот самый палец. Такой игрушкой можно знатно потрепать нервы не только самому себе, но и своим друзьям. Многие люди привыкли наряжаться на Хэллоуин или иные праздники. Но вот своих домашних питомцев они неоднократно забывают. Чтобы исправить это недоразумение, я решил поискать что-нибудь и для них. И тут мне на глаза попался вот такой прикольненький костюмчик льва. Теперь, смотря на мордочку своей собаки, действительно можно увидеть царя зверей. Костюм не сильно большой, да и потеть собака в нем не должна. По крайней мере, несколько часов проходит без каких-либо неудобств. Увидеть я такую собаку на улице, я бы определенно задумался и поинтересовался, кто это такой волосатый идет. Все мы любим всячески разыгрывать своих друзей, придумывая все новые и новые пранки. Боюсь, что от такого пранка у меня могло бы остановиться сердце. Как-то однажды я уже говорил вам, что до жути боюсь пауков и стараюсь всячески их обходить. Учитывая это, мне даже страшно предположить, какова была бы моя реакция на такую вот коробочку с секретом. Она так и манит посмотреть, что же находится внутри. Может какая-нибудь сладость? Милая зверюшка? Или подарок, который просто забыли спрятать? Ага, конечно, милая зверюшка и подарок. Размечтался я что-то. Как только один из смельчаков попробует ее открыть, паук выскочит и набросится на его руку. Испуг от такого пранка обеспечен, так что обязательно берите вещичку к себе на заметку и запасайтесь валерьянкой. Кто-то боится клоунов, другие не переносят змей, а остальные до чертик впугаются пауков лишь при одном взгляде на них. Представьте реакцию друга на которого из какого-то места неожиданно выползает огромный паук. Готов заключить пари, что он нехило испугается? Оно и понятно. Игрушка управляется с дистанцией при помощи пульта, из-за чего у вас получится застать жертву в любом непредсказываемом месте. Стоит отдать должное материалу обивке. Он махровый, прям как в настоящего паука. Пускай выглядит ползучее и недостаточно реалистично, но разве кто-то будет всматриваться в его внешний вид, стоя на пороге страха? Уверен, такому трюку точно не обрадуются твои друзья или же родители, которые добровольно решат стать участниками эксперимента. Его суть заключается в том, чтобы при помощи на первый взгляд самой обычной ручки и безусловно ловкости рук фокусник создает иллюзию порванной купюры. А как мы все знаем, испорченная купюра не сгодится для оплаты товар. Поэтому для создания большого эффекта рекомендуется использовать именно настоящие деньги, которые будет необходимо взять у участников. В действительности с деньгами все останется в порядке, зато фокус заставит знатно понервничать их владельцев. Разгадка тоже очень проста, она таится в той самой ручке, которая только кажется обычной. На самом же деле от обычной ее отличает расположение чернил с двух сторон и на магничный наконечник, который создает иллюзию порванной купюры. С исполнением трюка справится даже новичок, тут я тебе гарантирую. Главное не забудь потренироваться, ловко менять местами наконечник и не перепутай ручки, а то совсем не до смеха будет. Признаться честно, я обожаю делать всякие пранки над своими близкими. Само собой, в этом мне помогает собравшийся за многие годы инвентарь с Али. Одним из любимых моих предметов является такая вот змея. Она может быть очень похожа на настоящую, если вы правильно подберете ее расположение свет. Также можно подкинуть этот резиновый прикол под одеяло или заныкать где-нибудь в траве. В любом случае применение найти удастся, а результат вас точно поразит. Главное научиться обыгрывать всю эту ситуацию для погружения своей жертвы в стрессовую ситуацию. Кашпер в настоящей жизни? Да вовсе нет. Эта игрушка является имитацией летающего призрака. Кто-то использует дроны для съемки самих себя со стороны, другие же таким образом запечатлевают незабываемые моменты с высоты. А вы можете знатно напугать своих знакомых, нарядив его в костюм привидения. Его будет трудно не заметить в темноте из-за яркой красной подсветки, а умело управляя аппаратом можно будет и вовсе достичь немалого эффекта. Вряд ли кому понравится, что его будет преследовать какое-то светящееся привидение. Да что уж там, я бы и днем от одного вида этой игрушки бежал, сломя голову. Но паук в коробке далеко не единственная устрашающая вещь из моего сегодняшнего выпуска. Представляю к вашему вниманию паука с черепом. Это же вообще джекпот. Только если предыдущий мирно сидел себе в своей коробке, то этот уже умеет ползать и даже оснащен синий подсветкой глаз. Паучок огромный, скажу сразу. У него 8 жутких маленьких лапок, на которых он довольно быстро перемещается по поверхности. Все управление осуществляется при помощи пульта, поэтому нетрудно догадаться, как можно незаметно и неожиданно подкрасться к своему другу и... В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я. Как можно пранковать с различными масками или костюмами, мы поняли. Но есть еще один крутой вариант, который не часто встретишь. А если быть точнее, то тут скорее не часто почувствуешь. Я говорю о бомбах-вонючках. Они продаются в пакетиках. Вы нажимаете на то, что находится внутри, и она начинает надуваться. В итоге пакет лопается, и оттуда поступает неприятный запах. Можно подкинуть такой пакет своему другу в рюкзак или в комнату, после чего следить за его реакцией. Мне это показалось очень забавным и прикольным. К тому же не нужно никакой подготовки, либо чего-то вроде того. Хотите испытать те самые ощущения, что и беременная женщина? Или же удивить членов семьи неожиданным пополнением? Тогда вам обязательно должен понравиться этот товар. Накладной животик надежно крепится со спины и практически не отличается от настоящего, благодаря мягкой силиконовой структуре. Он может послужить отличному розыгрышу или даже проверке себя на готовность к появлению новых членов. Да и знаете, сидит живот и правда как влитой. А это довольно незамысловатое приспособление, которое представляет собой реалистично выглядящий опрокинутый стакан с твердой жидкостью, визуально похожий на кофе. Его достаточно расположить на каком-нибудь важном документе или как вариант клавиатуре ноутбука, чтобы повергнуть человека в шок. Такой прикол можно взять на вооружение, чтобы разыграть коллегу или же кого-нибудь из близких. Главное в этот момент находиться рядом, чтобы запечатлеть выражение лица жертвы. Кто-то раньше любил выращивать в воде дракончиков, другие же растили остальных животных. Но сегодня речь пойдет ни о ком другом, как о самых настоящих игрушечных червяках. Поместив их в воду, они буквально на глазах увеличиваются в размерах и станут пригодными для пранка над знакомыми. Прикупив сразу несколько упаковок, вы соберете такое количество червяков, что сможете реализовать совершенно все, что придет в вашу голову. Особенно круто будет пошутить над теми, кто боится, либо же кому крайне неприятны эти существа. Они точно этого не забудут. Скажите, меня одного постоянно спрашивают, что я пью? Мне, конечно, не трудно отвечать, однако оставлять этот факт без внимания тоже не хочется. Как только я наткнулся на следующую кружку, я понял, что вот оно, то, чего я так долго искал. Теперь прикиньте такую ситуевину. Вы, значит, пьете какой-нибудь кофе, ну или чаек, никого не трогаете, и тут за угла выползает тот чувак, который только и норовит вас спросить, а что ты пьешь? Вы неторопливо допиваете свой напиток и аккуратненько наклоняете кружку. Тут перед ним и появляется рука с жестом среднего пальца. Проворачивать подобное с боссом или вышестоящим человеком без чувства юмора я не советую. Но вот перед коллегой или шарящим другом грех не прикольнуться. Так вы и от лишних вопросов в будущем избавитесь и просто знатно повеселитесь. Ребят, ну вот и подошел этот ролик к концу, но у нас еще остался конкурс на смартфон Samsung Galaxy A11. Для участия надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, и ты участвуешь. Ну и в следующем видео мы определим победителя, а в предыдущем конкурсе победил Хошем Халет. Напиши мне в ВК и забирай свой приз из прошлого видео. Все, всем пока!